Валентина Серова Ее голос, пластика, взгляд из-под высоких бровей сводил с ума не только зрителей, но и лучших мужчин того времени. Ну, конечно, она была звезда. Она была звезда того же высокого уровня, очень любима зрителям, любимым правительством. Но актрисе пришлось заплатить высокую цену за то, что ради мужчины она предала своего сына. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. Их сумасшедшие страсти. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. Валентина Серова и Константин Симонов были одной из самых ярких пар советского времени. Она – известная актриса. Он – обласканный партией поэт и драматург. Со стороны Серова и Симонов казались идеальной парой. Слава, деньги, почет. Но за закрытыми дверями их дома происходило то, что никто даже не мог себе представить. Константин Симонов приехал домой из командировки. Он спешил к любимой жене. Но вместо теплой встречи и ужина, его ждала уже оставшая привычная картина. Ты опять пьешь. Сколько это может продолжаться? А сколько могут продолжаться твои разъезды? Я всегда одна. Голос Серовой сорвался на истеричный плач. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Своё знаменитое стихотворение «Жди меня» Константин Симонов посвятил именно Валентине Серовой. В стихотворении была настоящая любовь. Что разрушило эту любовь, я не знаю, не могу себе представить. Потому что я-то верила в его настоящую любовь. Симонов много лет добивался актрисы, в которую влюбился практически с первого взгляда. Она была звездой. И, конечно, на неё все смотрели сразу уже. Не успели ещё влюбиться, но уже смотрят звезда. И уже им кажется, что они уже влюбились. Они поженились летом 1943 года. Симонову было 27 лет. Валентине Серовой – 25. Это был звёздный брак. Симонов – представитель советской элиты, член Союза писателей. Серова – популярная актриса. После фильма «Девушка с характером» её знали все. А в 45-м, после выхода на экраны кинохита «Сердца четырёх», она стала заслуженной артисткой РСФСР. Вам больно? Мне совершенно не больно. Она сыграла в замечательных фильмах. Она получила премию, она получила звание. Она получила орден, знак почёта. Славы супругам хватало с избытком. Денег тоже. В браке с Симоновым Серова родила дочку Машу. Семейную идиллию портил только сын актрисы. Толик был сыном Валентины от первого брака с лётчиком Анатолием Серовым. Говорят, что именно он был единственной любовью актрисы. А Симонова она не очень-то и любила. Скорее, позволяла любить себя. Он у неё был номером два, конечно, потому что Серов был хорош. Потом он был лётчик. А тогда лётчики в те времена это были вообще самые лучшие люди на свете. Тогда... Актриса хранила память о первом муже до конца жизни. По лётчику-испытателю Анатолию Серову сохли многие девушки. Но он с первого взгляда влюбился в 20-летнюю актрису. Их история была похожа на сказку. Серов провожал Валентину на поезд в Ленинград, а потом летел туда на самолёте, чтобы встретить любимую на перроне с охапкой цветов. Это, наверное, был самый счастливый её брак. Сталин как бы стал крёстным отцом, он как бы их благословил и поместил в прекрасную квартиру пятигонтно. Супруги поселились вот в этом доме в Лубянском проезде, практически рядом с Красной площадью. В это же время Валентина снялась в фильме «Девушка с характером» и моментально стала популярной. Так это ты-то самая, Иванова. Нет, это вы так самая, а я совсем другая. Но счастье супругов продлилось только год. 11 мая 1939 года во время испытательного полёта Серов погиб. Траурная церемония прошла на Красной площади. В ней приняли участие все руководители государства, в том числе и Сталин. И его, значит, захоронили в Кремлёвскую стену. Это самое высокое почтение к человеку. Когда Анатолий Серов погиб, Валентина была беременна. Через 4 месяца актриса родила сына, внешне очень похожего на отца. Все дни после смерти мужа актриса рыдала без остановки. И её стресс сказался на здоровье ребёнка. Мальчик родился очень нервный. И даже такой бы, как бы, психологически был такой нервновешенный, что дальше повлияло на её жизнь. Поначалу Симонов старался стать хорошим отцом сына актрисы от первого брака. Но ничего не вышло. У него никак не складывались отношения с пасынком. Мальчик рос совершенно неуправляемым. Скорее всего, ему просто отчаянно не хватало внимания матери и отчима. Зато в семье с избытком хватало алкоголя. Это в конечном итоге сгубило и сына, и мать. И всё началось с того, что были вот эти бесконечные праздники, банкеты, особенно после войны. Денег Константин Михайлович имел много. Поэтому вот это всё постепенно перерастало уже в привычку. Симонов действительно любил застолья. В их доме всегда было много гостей и много вина. Поначалу всё было безобидно. Но выпили и разошлись по домам. Как говорится, норму знаем. Подъезжали к своему этажу, она обходила, сбрасывала туфли, ложилась на диван. И у неё, когда она выпивала, были такие алые ушки. И Симонов смачивал салфетку водой, протирал ей эти ушки. Вот начиналось всё так. А кончилось уже тем, что наступила полная зависимость от этого недуга. В доме Симонова и Серовой наливали всем. Даже сыну актрисы Толику. Хотя мальчику было всего 13 лет. Когда родителей не было дома, он сам находил бутылки с алкоголем и пил. Всё чаще и чаще. Мальчик даже в школу мог прийти нетрезвым. А мама не обращала на это внимания, купаясь в славе и деньгах. Он не получил ни ласки матери, ни ласки отца. Он сразу стал каким-то таким, знаете, ненужным придатком. И Симонов сделал всё, что мог, чтобы ребёнка отдали, значит, куда-то в какие-то... Ну, короче, с глаз долой, сердце вон. Серова и Симонов были заняты своими карьерами. На то, чтобы заниматься мальчишкой, у них не хватало времени. Да и желания тоже. И они просто решили избавиться от трудного подростка. Отправили его в интернат. Причём как можно дальше, в Нижний Тагил. Похожая история была и в жизни Любови Полищук с её сыном Алёшей. Актриса активно гастролировала с мюзик-холлом по 11 месяцев в году. Она просто физически не могла растить ребёнка. В итоге Полищук пришлось отдать своего сына в интернат. Алексей Макаров провёл там несколько лет. Ну, понимаете, женщина иногда совершает такие поступки ради карьеры, ради успеха, ради будущего своего. Я полагаю, она решила, что я вот когда стану знаменитой, тогда он будет гордиться мамой. И тогда он скажет, что, мам, ты правильно взяла. А так ребёнок же вязал бы по рукам и ногам. Конечно, Полищук навещала сына. Забирала его домой, когда была в Москве. Но ребёнку этого было мало. Это расставание, это было, или встреча, это было безумно тяжело. И для Любы тоже. И для Любы тоже. Ну, правда сказать, и смотреть на это было, правда, это очень было тяжело. Полищук забрала Алексея из интерната только когда уволилась из мюзик-холла. Но ей долгое время не удавалось наладить отношения с сыном. Он считал себя брошенным и никак не мог простить мать. Я ему, ты чё? А он о чём? Я думаю, у Алексея обида какая-то осталась. А у чувства вины, у Любы тоже, наверное, оно было при ней. Наверняка, конечно, детская обида, она долго остаётся. Это как уже комплекс. Мать и сын окончательно забыли все обиды, только когда Любовь Полищук серьёзно заболела. Последние годы жизни актрисы Алексей Макаров был всегда рядом. Если на характере Алексея Макарова нахождение в интернате никак не отразилось, то сын Серовой вдали от матери превратился в настоящее чудовище. И позже превратил жизнь Серовой в кромешный ад. Актриса Валентина Серова дважды была замужем. Её первый муж, лётчик Анатолий Серов, трагически погиб при тренировочном полёте. После его смерти актриса родила сына, которого назвала в честь отца. Она думала, что тот станет ей утешением и наградой. А в итоге он превратил её жизнь в ад. Мальчик рос очень сложным. Никого не слушался, плохо учился. Он стал выпивать, ещё будучи подростком. А потом начал и воровать. Серова не раз ловила сына на том, что он вытаскивал деньги из кошелька своего отчима. Второго мужа актрисы, поэта Константина Симонова. Поначалу мальчику всё сходило с рук. Но когда он стащил дорогой портсигар у одного из гостей, разразился скандал. Симонов заявил, что неуправляемого парня нужно сдать в интернат для трудных подростков. И Серова согласилась. По сути, Толик оказался никому не нужен. Даже собственной матери. Ей были важнее съёмки, светские приёмы, гости. Она проявила слабость. Она думала, что это ненадолго, и потом они её заберут. А получилось, очень плохо получилось. Получилось очень плохо. Что такое быть ненужным своей матери, знает и Владимир Басов-младший. Его мама – знаменитая актриса Наталья Фатеева. Она родила сына в браке с актёром Владимиром Басовым. Но прожили супруги недолго. Басов оказался страшным ревнивцем. К тому же он злоупотреблял алкоголем. Как она говорила, он мог и в приступе ревности и руки распустить. Особенно, когда прикладывался к спиртному. А это случалось, к сожалению, достаточно часто. Сыну Володе было два года, когда его родители развелись. Как раз в это время Фатеевой предложили сниматься в фильме «Три плюс два». Ну ладно. Выбор между ролью и ребёнком актриса сделала молниеносно. Она отправила сына в Харьков к своим родителям. Пойдём лучше скорее купаться. Нам придётся с ними разговаривать. Зачем? И о чём? Они для нас не существуют. Очень я нужен тут маме. Чтобы я тут мешал ей жить. У меня в Харьков сразу два года исполнилось. У меня сразу в Харьков, я там и жил всё время. Потом привезли в Москву и отправили в интернат. Я в интернате учился. Нет, я был не нужен. Тёплых отношений с сыном у Фатеевой так и не сложилось. Как и с дочкой от третьего брака актрисы с космонавтом Борисом Егоровым. Более того, Фатеева чуть не сдала в детский дом своего родного внука. Когда её дочка забеременела в 16 лет, актриса заставила её отказаться от ребёнка. В итоге мальчика забрал к себе его отец. Сильно любила и Наталья Николаевна Фатеева. Мне кажется, что это немножко несовместимая вещь. Сегодня Наталья Фатеева живёт в полном одиночестве. Она не общается ни с детьми, ни с внуками. Но и те не горят желанием видеть актрису. Валентина Серова отказалась от сына ради мужа. Но это не принесло ей счастья. Хотя их история любви начиналась очень красиво. Константин Симонов влюбился в актрису с первого взгляда. Он ходил на все её спектакли, всегда садился в первый ряд с шикарным букетом цветов и просто прожигал её взглядом. Но актриса не реагировала на ухаживание поэта. Завоёвывал Симонов-Серову долго, несколько лет. За это время и она заводила отношения с мужчинами, и он крутил романы. До женитьбы на Серовой он был свободный, холостой человек. И поэтому мог иметь, если говорить о формальной стороне дела, мог иметь любые романы на стороне, нисколько ими не тяготясь. Могда их, много их было, думаю, что нет. Он слишком был влюблён в Серову. Несмотря на других женщин, Симонов продолжал настойчиво добиваться Серовой. Он писал ей записки с просьбой о встрече. День за днём, месяц за месяцем. Однажды, после долгих раздумий, актриса написала ему. «Позвоните мне, В. Серова». Так начался их роман, который закончился свадьбой. Молодожёны поселились в центре Москвы, в начале Ленинградского проспекта, вот в этом доме, который в народе был прозван ажурным. Но позже эта квартира показалась Серовой маловато, и они переехали с Симоновым на улицу Горького, нынешнюю Тверскую, вот в этот дом. Они жили в доме на улице Горького, полэтажа занимала квартира. И ещё у супругов был загородный дом с бассейном. Невиданная роскошь для тех времён. Хватит довольно баловаться, вылезайте! Вылезайте, я вам говорю! Серова, единственная в Москве, разъезжала на армейском джипе Виллис. Актриса одевалась по последней моде, для неё не были проблемой ни бриллианты, ни меха, ни хрусталь. А денег, у него уже, у Константин Михайловича, был открытый счёт. Убери денег, сколько хочешь. Но Серова не чувствовала себя счастливой. Возможно, на неё давило чувство вины из-за того, как она поступила с сыном, отправив его в интернат в Нижний Тагил. Она-то здесь купается в роскоши, а он где-то далеко, среди чужих людей. Ещё актриса угнетала одиночество. Симонов постоянно пропадал. То на писательских собраниях, то в журналистских командировках. И пока влиятельный муж странствовал по свету, Валентина Серова всё чаще откупоривала дорогие бутылки, которыми был забит буфет. У нас тут когда-то большие запасы стояли. Поначалу пристрастия Серовой никто не замечал. Но чем дальше, тем становилось хуже. Актриса стала быстро спиваться. Дошло до того, что она могла напиться и не прийти на спектакль. Она действительно, на один спектакль она не пришла, потому что она запила. А выпивши на спектаклях, она была достаточно часто, и это прощалось. Потому что она всё равно хорошо играла. Но зато все актёры играли в напряжении. Как бы сейчас ничего не вышло. Как бы она не забыла текст. Всем это надоело просто-напросто. В итоге Серова уволили вначале из Театра Ленинского комсомола, а затем и из Малого театра. Худо-бедно несколько лет она продержалась в Театре Моссовета. Но оттуда её тоже выгнали. Причём с позором. Актриса запила и не пришла на спектакль. И вот она срывает, практически срывает спектакль. Взамену находит какую-то артистку, там режет всё, выпускает место неё. Но это не она. Пришли же на Серову. Пришли же на звезду. Позже Серову определили в Театр киноактера. Там ей давали небольшие роли, часто в массовке, чтобы можно было платить хоть какую-то зарплату. Для Серовой, которая ещё недавно была звездой советского экрана, это было настоящим унижением. Но она ничего не могла поменять в своей жизни. Да и не хотела. Водка стала дороже всего. Даже работы. Я тоже работала в Театр киноактера. Я её часто видела. Она иногда была, как говорится, под шофе. Но мне это никак, никакого отрицания это не вызывало. Я её просто жалела. Многие, кто знал Валентину Серову, утверждают прямым текстом. Именно Симонов споил актрису. Ведь поначалу она отнекивалась. Нет, я тоже водки не пью. Твой муж водку пьёт? Пьёт. Значит, и ты выпей. Но так же невежливо. Все пьют, а ты нет. Это исконно русское. Значит, ты нас не уважаешь? Она же была прелестной девочкой. А Константин Михайлович говорил, пей, Валька, пей, Валька. Валька стала пить. Для женщины алкоголь – это очень страшно. Конечно. Актрису Изольду Извицкую тоже споил муж, актёр Эдуард Придун. А потом бросил её. С ним Изольда познакомилась на съёмках фильма «Первый эшелон». Тогда оба были ещё молодыми и никому неизвестными. Но вскоре к Извицкой пришла бешеная популярность, когда она сыграла в фильме «Сорок первый». Ну, слушай, как казаки наступали, царские свиты, пачи, вы встрянули их пулями, красноармейцы, молодцы. Не радовался успеху Изольды только муж, ведь он о такой славе и мечтать не мог. Впрочем, неудивительно. Эдуард чаще бегал в магазин за водкой, чем ходил на кинопробы. Со временем на алкоголь подсела и Извицкая. Он на ней отыгрывался, вот её как бы она в эту бездну тянул. Она всё больше скатывалась, пила. Хотя она и не хотела пить, но вот так получилось, что она её пристрастила. Актриса спилась очень быстро. Скоро её перестали снимать в кино. А потом от неё ушёл муж к другой женщине. Чужой я тебе. После этого предательства жизнь Извицкой стремительно полетела под откос. Она практически перестала выходить из дома. Разве что за очередной бутылкой водки. Она всё ниже и ниже опускалась. И понятно, что иногда ей было важнее купить бутылку водки, чем там кусок хлеба. Извицкая умерла от истощения организма. Актрисе было всего 38 лет. Увы, почти такая же судьба ждала и Валентину Серову. Валентина Серова была яркой звездой, а окончила жизнь одинокой алкоголичкой. Всю жизнь на ней лежала тяжким грузом вина за судьбу сына. Актриса, по сути, бросила своего ребёнка. Отдала в интернат, чтобы он не мешал её красивой жизни с мужем, Константином Симоновым. Но расплата была горька. Не оказалось рядом с ней человека, который подсказал бы. И тоже любви большой не оказалось рядом. Потому что, если был бы рядом человек, который по-настоящему бы любил, такого бы с ней не случилось. Серова уже не могла контролировать себя. Все деньги актриса тратила только на выпивку. Она перестала следить за собой, постоянно устраивала пьяные скандалы мужу. И Симонов просто не выдержал. Он ушёл от пьющей жены. Эта же борьба шла долго, не один год. Эта шла борьба, по-моему, очень долго. И он перестал, ему надоело, как я так понимаю, просто надоело её уговаривать, чтобы она остановилась. Она просто остановиться уже не могла. В итоге Симонов ушёл от пьющей Серовой. После развода некоторое время Серова продолжала жить в шикарной квартире на улице Горького. Но потом актрисе пришлось переехать в скромную двухкомнатную квартиру. В новую квартиру на Рожженом переулке перешла только огромное зеркало во всю стену в ванне. Вот ничего больше не было. И, говорю, ставил холодильник американский. Совершенно пустой холодильник. Уже в эту квартиру, после долгих скитаний, к Серовой вернулся её сын. К тому времени он успел побывать в колонии. В 16 лет Анатолий ограбил и поджёг чью-то дачу. Знаменитая мать и отчим даже пальцем не пошевелили, чтобы ему помочь. Выйдя на свободу, парень пришёл жить к матери. Но это стало для актрисы настоящим мучением. Анатолий продолжал сильно пить. Он, не стесняясь, выносил из дома вещи матери. Продавал всё, что ещё осталось от бывшей роскошной жизни. Последние годы Серова жила очень бедно. Денег от Симонова она больше не получала, а своих не было. Пьющую актрису давно перестали снимать в кино. Она жила очень трудно, материально ужасно. У неё был совершенно пустой дом. Потом у неё никаких не было нарядов. Она говорит, у тебя наряды разобрали, ничего нет. Всё, говорит, только украл. Только это сын. Когда-то она же была богатая, знаменитая. Потом она стала нищенка просто. У неё ничего не было. Но Серовой было уже всё равно. Она думала только о выпивке. В квартире постоянно находились какие-то мужчины. То ли собутыльники, то ли любовники. А скорее и то, и другое. Рассказывали мне Римма Васильевна Маркова, которая с ней дружила очень. С ней вместе играла в театре. Как-то она пришла к ней домой. Открыла дверь Валентина Васильевна. Уже ничего не было общего с той красавицей с фильма «Сердца четырёх». Она была в каком-то вылилином, вытянувшемся на коленях спортивном костюме, заострившемся, заострившимся чертами лица. Она представила Римма Васильевна молодого человека, сказала, знакомься, это Сюся, моя последняя любовь. Но это было очень так... Жалко, конечно, на всё на это смотреть. Соседей повергал в шок вид нечёсанной актрисы в рваном пальто, идущей с магазина с очередной бутылкой. Когда она шла по Москве, какая-то женщина, две женщины встретились и сказали, слушай, неужели это та самая Серов? Сказали, да не, ну что ты, Серов давно умерла. И вот она всё это слышала. Актрису Инну Ульянову в последние годы соседи тоже чаще всего видели покачивающиеся на улице, когда она возвращалась из магазина с очередной бутылкой водки. Её последнее время окутано одиночеством и, к сожалению, алкоголем. Инна Ульянова прославилась после съёмок в фильме «Покровские ворота». Вы хотите, чтобы ваша жизнь пошла кувырком? Казалось бы, её и дальше должны были ждать такие же блестящие роли. Хоботов я всё оценила. Но этого не случилось. Единственный муж бросил её, не прожив и пары лет. Детей у актрисы не было. Она не хотела их рожать, чтобы никто не мешал ей работать и получать удовольствие от жизни. У меня, когда родилась дочь, она мне сказала, как я тебе сочувствую. Потом у тебя сплошная головная боль. У тебя появилась сплошная головная боль. Вот её такое отношение. Но с годами удовольствий становилось всё меньше и меньше. Работы почти не было. Дома её никто не ждал. И актриса стала сильно выпивать. С ней даже случались приступы белой горячки. Соседи вспоминают, что она могла выбежать на лестничную площадку с дикими криками. И её не раз отправляли в психиатрическую больницу. Взял несколько бананов, поехал в эту психиатрическую больницу. И вот я помню, она сидит, плачет, есть этот банан. Это вот как сейчас у меня стоит перед глазами. Эта картинка ужасная. Народная артистка в ужасном состоянии психиатрической лечебницы. И это, конечно, ужасно. Алкоголизм окончательно сгубил актрису. Инна Ульянова скончалась в полном одиночестве от цирроза печени. Серовой тоже некому было помочь. Ни работы, ни мужа, ни детей. Её с Симоновым дочку Машу давно забрала мать Серовой. Ей надоело видеть, как девочка играет на полу среди бутылок, когда Серова распивает водку на кухне или спит пьяная на кровати. Бабушка забрала Машу к себе на воспитание. Более того, она добилась судебного решения, чтобы Серова не могла приходить к девочке. Мать испугалась того, что маленькая девочка и алкоголичка мать. Мало ли что можно сделать с ребёнком, когда в приступе алкоголизма. И она её увезла. Ребёнка увезла. И она осталась одна. Вот это самый, по-моему, тяжёлый период жизни. Сегодня Мария Симонова живёт в Москве. С прессой она не общается. Вышла замуж, родила двоих детей. А вот судьба Толика, сына Валентины Серовой от первого брака, сложилась намного печальней. Их отношения с матерью накалялись с каждым днём. Анатолий вымещал на актрисе злость за своё загубленное детство. И продолжал сильно пить. И когда я была у неё, она показывала мне на стену, где были такие как бы кровавые потёки. Я говорю, Валентина Валентина, а что это такое? Это Толя пил с девушками. И бутылки, не бутылки, а рюмки разбивал, а стену. Но это были ещё цветочки. Доставалось и самой Серовой. Выпивая, он мог взять топор, поднять руку. И Валентина Васильевна пряталась в комнате, топор летел в дверь. Было очень страшно. В 20 лет Анатолия удалось отправить в армию. В спецчасть с особым режимом, созданную для трудных призывников. Через два года он вернулся, но Серова больше не захотела с ним жить. Когда повзрослевший сын с букетом цветов пришёл навестить мать, дверь ему открыл очередной собутыльник актрисы и не пустил его на порог. Сын знаменитой Нины Сазоновой также избивал свою мать. Настолько сильно, что та не раз оказывалась в больнице. Но актриса никому не рассказывала правды. Всегда говорила, что ударилась сама. Когда он её сбивал или выпивал, она уходила к соседке. Соседка её кормила, а та говорила, ой, можно котлетку, чтобы Миша тоже поел. И что это такое? Ну как так можно? Вот с одной стороны, ну как, тебя только что избили, а она думает о нём. Миша голодный. Единственного сына Мишу актриса воспитывала одна. Она души не чаяла в мальчике. Баловала его, потакала всем капризом. Для себя одно, чего нужно-то. А вот для детёнка своего я за любое дело захвачусь. В итоге это привело к тому, что, став взрослым, парень нигде не работал, сидел на шее у матери и крепко выпивал. Он регулярно уже издевался над ней. Он регулярно, тут главное слово регулярно, регулярно избивал её, регулярно он не давал ей спать, он мучил её. Она иногда прибегала в театр, ей иногда стелили постель просто вот на нашем служебном пятом подъезде. Позже сын Сазоновой стал играть в карты и проигрывать большие деньги. А Сазонова безропотно оплачивала его долги. Если заработанных денег не хватало, актриса продавала что-то ценное. Она всю жизнь своего, она только работала на него. Она его, она его и любила, и понимала, что как бы она, я думаю, что она понимала свою вину перед ним, в чём-то она была виновата. И она до конца шла, потому что Миша, это был всё равно её свет, её единственный ребёнок. В последние годы сын Сазоновой практически всегда был в нетрезвом состоянии и постоянно распускал руки. В новогоднюю ночь 31 декабря 2001 года он так избил актрису, что та надолго потеряла сознание. Утром не совсем ещё протрезвевший сын подумал, что убил мать и покончил с собой, спрыгнув с балкона 11 этажа. Через два года после этого скончалась и Нина Сазонова. Анатолий Серов, сын лётчика-героя и знаменитой актрисы, тихо умер в 35 лет от пьянства. Валентина Серова пережила сына всего на несколько месяцев. Валентина Серова начала свою жизнь как в сказке, а закончила как в фильме ужасов. В пьянстве, нищете и грязи. Такова была страшная цена за предательство по отношению к родным детям. В своё время актриса отвернулась от них. Она растеряла всё, что у неё было. От былой красоты и славы не осталось и следа. Женский алкоголизм очень опасен. Только этот. Действительно только этот. Потому что всё уникально было хорошо. Уникально было хорошо. Поездки Симонов по заграницам, прекрасный муж, который её обожает, богатство, государство, слава, успех. Всё было абсолютно. И вот этим всё закончилось. Последний раз Валентина Серова снялась в кино за два года до своей смерти. В фильме «Дети Ванюшина» это был небольшой эпизод. Какой он у вас милый мальчик. Я надеюсь, вы не в претензии, что он меня уже называет мамой. А меня мамашей зовёт. А меня мамой. В сильно постаревшей женщине с плохими зубами и мешками под глазами сложно было узнать звонкую красавицу Серову. Но сыграла она к удивлению на пять с плюсом. Будто чувствовала, что это её лебединая песня. Она взяла себя в руки и, видимо, выставила роль и прекрасно её сыграла. По идее, после этого должны были снимать. Но это было невозможно, потому что дальше начинается падение всё вглубь, вглубь и вглубь. Появляются уже всё. Какие-то мужики, какие-то бомжи, какие-то алкашиня какая-то. Валентину Серову видели живой последний раз 10 декабря 1975 года, когда она приходила в театр киноактера получить свою скудную зарплату. После этого Валентина Серова исчезла. Но были артисты, которые ей сопереживали и, наверное, всё-таки общались с ней или по телефону, или дома. Но так, чтобы открыто, никто этого не делал. Через пару дней одна из знакомых актрисы, ещё пытавшаяся поддерживать с ней отношения, забеспокоилась. Серова не отвечала на её телефонные звонки. Предчувствуя неладное, женщина отправилась к ней домой и обнаружила в квартире тело актрисы. Валентину Серову нашли с разбитой головой в луже крови. Актрису Александру Завьялову также нашли мёртвой в собственной квартире. Она скончалась от ножевого ранения. Завьялова очень сильно пила. С ней вместе жил её взрослый сын, который тоже пил и постоянно третировал мать. Именно он её и зарезал. В последние годы в Завьяловой невозможно было узнать ту красавицу-актрису, которой она была когда-то. Александра Завьялова, это вообще с неё икону пиши. Так было в её молодости. Все её герои... Это тайна. Женщина тайна. И роли она такие играла. Актриса прославилась после съёмок в фильмах «Алёшкина любовь». Колодец направо. Ведро можешь оставить там. И тени исчезают в полдень. Но затем у неё стали происходить нервные срывы. Всё чаще и чаще. Актрису даже приходилось класть в психиатрическую больницу. На фоне всех этих психических проблем она стала сильно пить. Она могла подойти на улицу и дать пендель человеку. Просто так вот как бы. Просил её в Америку забрать. Ко мне подруга приходила. Она перед её носом закрывала дверь с криками. Не пущу сатана. В 2016 году перепалка пьяных матери и сына закончилась поножовщиной и смертью Завьяловой. Сын актрисы заявил, что ничего не помнит. Но признательное показание всё же дал. Его приговорили к восьми годам заключения. Я иногда, вы знаете, даже так думала, может быть, это расплата действительно. Господь Бог вот так вот даёт, или мы называем судьба, как хотите. Даёт вот много счастья. И потом вот так вот такую цену надо платить. Валентину Серову похоронили на Головинском кладбище. Рядом с могилой её отца. Похороны некогда знаменитой актрисы были тихими и скромными. В газете «Вечерняя Москва» было напечатано маленькое сообщение. Сегодня скончалась актриса Валентина Серова. Вот я ощущала какое-то внутреннее горе. И другие также. Мы всё понимали, что надо же так вот, вот так сложилась жизнь. Вот именно внутреннее горе и обида за неё. Это люди вот так и чувствовали, потому что жалели её очень многие. Человеческий. И шла мелодия. «Жди меня, я вернусь». И меня, я вернусь, только очень в день. И когда наводят грудь жёлтые дожди. «Жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера». После развода с Серовой Константин Симонов на своих творческих вечерах избегал читать стихотворение «Жди меня». Но читать приходилось. Из зала шли десятки просьб. Перед своей смертью Симонов сказал дочери Марии, «То, что было у меня с твоей матерью, было самым большим счастьем в моей жизни и самым большим горем». Симонов не пришёл на похороны бывшей жены. Но по его просьбе к гробу актрисы возложили 58 роз. Именно столько лет должно было исполниться Серовой всего через 12 дней после того, как она ушла из жизни.